Дорогие ladies and gentlemen, вы на моем канале Дамы теперь у мамы, и я возьму интервью у незрячего массажиста с 9-летним стажем работы Валентины Демченко. Да, привет, меня зовут Валентина, подтверждаю. Я массажист с медицинским образованием, как бы это ни казалось странным и необычным, но отучилась я в самом настоящем медицинском колледже. Валя, большое спасибо, что согласилась поучаствовать в моей новой рубрике «Спецы вышли в чат». И давай такой вопрос на затравочку. Первый. Кто же такой массажист? Массажист – это тот человек, который работает с мышцами, который знает разные множество приемов массажных и знает, как каждый прием влияет на мышцы. То есть не просто помять, не просто размять, потому что это приносит только временный эффект, короткий. Это вот именно разные приемы. Одни из них влияют на расслабление, другие стимулируют наши мышцы. Конечно же, массажист должен чувствовать, где эти самые мышцы зажаты, где они растянуты, ослаблены. Думать, конечно же, тоже надо, потому что наш организм – это единое целое. Мы должны связывать одно с другим. Ну и, конечно же, хорошо знать анатомию для того, чтобы понимать, где начало мышцы, где крепление мышцы. И постоянно узнавать что-то новое. Но это уже, наверное, немножко другая история. Хорошо, что ты упомянула о наличии у себя медицинского образования, потому что моим следующим вопросом как раз-таки было, каждый ли может стать массажистом? Может быть, я могу пройти однодневный курс и заявить о себе как оцелителе человеческих тел? Или же всё-таки здесь всё намного серьёзнее? Ну, скажем так, отучиться на массажиста может каждый, естественно. То же самое, что и каждый может отучиться на психолога, на учителя. Например, что за учитель, который не любит детей? То же самое и массажист, который не хочет помогать другим людям, которому отвратно касаться чужих спин, например. И как он сможет работать? Ну, наверное, никак. Отучиться на курсах? Можно, конечно же, можно. Другой вопрос. Что ты получишь за эти курсы? Есть курсы и трёхнедельные, на которых там поглубже дают анатомию, поглубже дают какую-то физиологию человека. Но я училась, например, три года. Мне кажется, там немножко побольше дают информации. Ну и, конечно же, там больше нюансов, больше возможности что-то спросить. Поэтому я не могу сказать, что все массажисты без медицинского образования – это не массажисты. Нет, есть люди, которые действительно к этому серьёзно подходят. Они начинают сами изучать всё глубже и глубже и больше материала. Но таких, к сожалению, единицы. Так же, как и отучившись в медицинском колледже. Есть люди, которые относятся к этому просто очень ровно. Им вот что говорят на лекциях. Они такие, а, ну окей, всё, мы массажисты. До свидания. Нет, конечно же, самое главное, что массажисты должны самообразовываться дальше. Ну и плюс ко всему у нас была специфическая практика, скажем так. Она у нас была и в ней имени Джимми Гридзе, и в 5-й детской больнице, и в госпитале ветерана Фойн. Мне кажется, что ни на каких курсах, наверное, такую практику не проходит. Ты сейчас упомянула, что есть такие массажисты, которым отразительны чужие спины. Неужели же они со своей особенностью не знали, куда идут? Что надо будет помогать людям через их тела? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Может быть, есть какой-то личный пример? Точнее, личный пример твоих знакомых. Если мы говорим про однодневные курсы, двухдневные, трехдневные и так далее, конечно, люди не понимают. Они думают, что они сейчас придут, погладят красивые мужские тела или женские, и дальше их вот все такое и ждет. На самом деле, реальность-то, она оказывается совершенно другая. Люди бывают совершенно разной комплекции, с совершенно разными особенностями, совсем-совсем. И поэтому потом приходит в сознание, что все-таки что-то не то, картинка была другая. Если говорить про специальное образование, профессиональное, то бывает так, что люди туда идут, например, совсем юные, и когда бушуют гормоны, кажется, вот, я сейчас буду касаться тел. Потом это проходит, и, соответственно, и все на этом заканчивается. Бывает так, что если человек незрячий, у него однозначно лучше чувствительность работает. То есть она обостряется вместе со всем остальным, чтобы воспринимать информацию, которую воспринимала зрением. И поэтому незрячий массажист – это, в принципе, большой потенциал, его можно развивать. И вот человек думает, я сейчас себя реализую в этом, все будет хорошо. Приходит, и опять же, реальность оказывается совершенно другая, о чем я говорила в прошлом вопросе. Это практика в разных медицинских учреждениях. Там, где люди и после инсульта, и после всяких там аварий, еще чего-то, чего-то. Это не бодибилдер, который лежит перед тобой, и ты его номинаешь. Нет, конечно. И да, люди ожидают одного, оказывается, другое совершенно. Поэтому они и не могут себя реализовать полностью в этой профессии. Бывает так, что через себя пытаются перешагнуть, ничем хорошим-то не заканчивается. У меня, да, у меня есть несколько знакомых, их немало, которые пошли учиться и где-то в курсе на втором ушли. Есть даже те, кто закончили, но потом с содрога не вспоминают эти времена учебу. Круто, Валя, большое спасибо за такие развернутые ответы. У нас с тобой беседа идет просто как по маслу, потому что как раз-таки я хотела спросить, то есть не зазорно, да, даже очень нужно и правильно, найдя массажиста, спросить о его квалификации, запросить дипломы, и уже на основании полученных данных принимать решение, идти к этому человеку или нет. То есть если бы у тебя запросили дипломы твоей квалификации, ты бы вскинила, это речный повод похвастаться своими достижениями, правильно? Только это будет продуктивно, потому что даже человек с медицинским образованием, он может быть недостаточно профессиональным, скажем так. Обычно как мы ищем массажиста? Или мы ищем его по откликам своих знакомых, да, через них, или находим в интернете, за ним какое-то время наблюдаем, потому что массажир же должен еще подойти как человек, он должен быть достаточно приятен, с ним взаимодействие будет плотное, и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому диплом это будет хороший плюс, но сразу с порогу, вот так вот, а где ваш диплом? А, вот ваш диплом. Ну, вы, конечно, мне не очень нравитесь, вы не очень хорошо делаете массаж, но диплом у вас есть, такая история, наверное, не всегда хороша. Мне кажется, что в процессе разговоров можно об этом узнавать, но, опять же, если это делать спокойно, да, просто чисто для себя, чтобы быть более уверенным, то, конечно, почему нет? Если у человека это диплом есть, то он его покажет. Не могу сказать, что это как повод похвастаться, потому что я уже с ним как срослась, сжилась. Я уже знаю, что у меня есть, и что у меня честно получены, но показать мне их несложно, конечно. Просто когда я искала массажиста для моей дочери Евангелины, я, описывая ситуацию, в конце всегда приписывала, можете ли вы предоставить документы о вашем образовании, потому что мне все-таки было важно, чтобы массажист не просто сделал приятно моей дочке, а именно помог ей с точки зрения ее кривошей, ее диагноза. Мне, кстати, так никто и не прислал фотографию диплома. Сказали, что да, я могу показать, но при личной встрече. Я о чем и говорю, что диплом – это такая вещь, которую можно спросить для своего спокойствия, тем более, если мы ищем массажисты для ребенка, за детей мы переживаем гораздо больше, чем за взрослых, чем за себя. Поэтому, если действительно это будет более уверенности придавать, что же. Если не уверена в том, что массажист-профессионал и хочется какого-то подтверждения, то, конечно, и спросить можно, и пусть он присылает. Лично я ничего страшного в этом не вижу. Хорошо, тему с образованием мы, в принципе, обговорили. И у меня остается последний вопрос, прежде чем мы перейдем к тому, что задавали мои подписчики. На этот вопрос ты уже, в принципе, отвечала. И раз уж у нас такая доверительная беседа, пожалуйста, еще раз обговори все плюсы и минусы обращения именно к незрячему массажисту. Чем же он уступает или же, наоборот, превосходит специалиста зрящего? Здесь нельзя сказать, что незрячие массажисты – они все хорошие, а зрячие массажисты – все плохие. И наоборот, здесь суть в том, что мы логически, если думаем, то понимаем, что когда человек не видит, у него все остальные чувства, они обостряются. И тактильные ощущения в том числе, они тоже обостряются. Соответственно, у незрячих массажистов тактильные ощущения в 99% случаев лучше, чем у зрячих людей. И здесь, наверное, главное осознать то, что если человек не видит, если массажист незрячий, то это не значит, что ему можно не доверять, скажем так. Потому что очень многие спрашивают, а как вы видите у меня это, а как вы видите у меня это, да как? Я нащупаю. А если что-то увидеть нельзя, вы мне скажете, если, например, какая-то сыпь, которую нащупать нельзя. То есть если человек мне должен об этом сказать, то, что уже под кожей, с зажатостью мышц, какие-то папилломы, которые выбирают, конечно, это можно найти с помощью рук. Так что самое главное, не бояться незрячих специалистов, осознать, что ничего плохого мы не сделаем, чувствительность действительно лучше, это факт. Все, что нельзя увидеть глазами, можно сказать артом. И это будет очень хорошей коммуникацией. Большое спасибо за ответы. И давай приступим к вопросам подписчиков. Самый распространенный вопрос звучит так. Правда ли, что всем детям нужно сделать три курса массажа до года? Ну, как сказать, правда или нет? Считается, что да, считается, что это будет очень полезно. Почему? Потому что когда мы говорим про здоровых детей, и да, вот нужен ли им курс массажа, например, в три месяца, в шесть месяцев, это как раз те периоды, когда человек делает свои первые попытки к самостоятельности в этой жизни, да, то есть в три-четыре месяца ребятенок начинает переворачиваться. С помощью массажа мы ему этим помогаем, потому что у многих еще гипертонус остается, вот сюда ножик, ручек, соответственно, мы от него избавляемся, и ребенок начинает крутиться, вертеться, в общем, ему гораздо проще. Следующий этап. Ребенок начинает садиться. Мы ему тоже в этом помогаем. Садиться, ползать, да, здесь уже у каждого свое. Нельзя сказать, что в шесть месяцев все дети сядут. Нет, конечно же, это ерунда. А мы ему помогаем. И также с третьим курсом массажа, вообще, конечно, рекомендуется три-четыре этих курса, но если ребенок развивается нормально, и мы ему сделаем, я не знаю, один-два курса, ну, это не смертельно. Другой вопрос, если мы говорим про какие-то, то же самое, кривошею, да, дисплазию тазобедренного сустава, еще про какие-то моменты, с которыми бывает, сталкиваюсь я и мои коллеги, там, возможно, надо больше даже курсов. Если мы говорим конкретно про здоровых детей, ну, я уже выше ответила. Отлично. Но, тем не менее, я задам следующий вопрос, на который ты частично ответила, но, может быть, ты более полно раскроешь. Скажи, пожалуйста, верно ли утверждение, что лечебный массаж нужен по показаниям, а здоровому малышу воздействие медицинским массажем не нужно? Ну, здесь надо понимать, что человек с медицинским образованием может делать не только медицинский массаж, потому что действительно здоровым детям медицинский массаж абсолютно не нужен. Медицинский массаж – это лечебный массаж. Соответственно, если мы что-то речим, значит, есть какая-то проблема. А если мы отталкиваемся от того, что проблемы нет, то наша задача просто поддержать организм. Это можно назвать оздоровительным массажем, профилактическим массажем, гигиеническим, в конце концов, массажем, но это не лечебный массаж. Лечебный массаж мы используем в том случае, когда есть какая-то конкретная задача, и он действительно будет отличаться от оздоровительного. Какая-то есть проблема, с которой мы разбираемся. В таком случае мы используем немножко другие приемы. Более того, учитываем, что массаж детям до года – это всегда гимнастика плюс к массажу гимнастика, и порой ее бывает даже больше, чем самого массажа. Это не очень часто встречается, но в принципе гимнастике достаточно много. Эту гимнастику детям, когда решаем какую-то проблему, мы тоже делаем нетипичную. Мы подбираем индивидуально под каждого человека, человечка. И массаж, соответственно, тоже. Немножко другие приемы, немножко другие акценты. И в принципе разница состоит только в этом. То есть специалист должен учитывать индивидуальные особенности своего посетителя маленького, да и взрослого тоже. Супер, поняла тебя. Хорошо. Мы разобрались с тем, что если у ребенка есть проблемы, то массаж можно делать с трехмесячного возраста, правильно? Или можно начинать раньше массаж? С какого возраста можно делать массаж ребенку? Если у него есть проблемы. А если же нет проблем, то с какого возраста мама самостоятельно может делать ребенку массаж? Ну, если есть какие-то показания, то массаж назначают с месяца. До месяца бывает крайне редко. Тоже бывает, но крайне редко. Обычно, если есть показания, говорю, от месяца назначает этот массаж, естественно, врач. И скорее всего, это будет невролог. Если не назначили с месяца, то самим делать массаж не надо. Ну, максимум погладить ножки, ручки и все такое. А когда мама может начинать сама делать массаж? Да вот пусть и начинается с трех месяцев. Но единственное, что я бы, конечно, советовала, чтобы хотя бы несколько раз пришел специалист и показала, как именно в этом комплексе надо делать массаж, какие движения. Потому что, например, в три-четыре месяца у нас будет один комплекс и одни упражнения. В шесть месяцев у нас будет другой комплекс и другие упражнения. Соответственно, пусть придет массажист, покажет, как надо делать, мама посмотрит. И второй раз можно сделать так же. И в третий раз можно сделать так же. Буквально пару раз схватывайте на лету, и отлично. И потом просто повторяйте то же самое. Я лично не знала, что можно только с трех месяцев. Я думала, с самого рождения можно делать эти массаж. Конечно, на непрофессиональном уровне исключительное поглаживание. Интересно, могла ли я нанести ей какой-то урон здоровью? То есть искусственно создать тонус, как ты думаешь? Я не говорила о том, что его нельзя. До трех месяцев. Я говорила о том, что его рекомендуют в первый комплекс с трех до четырех месяцев делать. От трех до четырех месяцев по возрасту. Если до этого момента, мы же все равно к ребенку прикасаемся, как-то мы его гладим. И в принципе, в первом комплексе массажа там в основном поглаживание-то и есть. То есть если до этого мы не делаем никаких щипков, никаких разминаний, никаких максимально активных движений с ребенком, то никакого урона мы ему нанести не можем. То есть если просто, да, мы его поглаживаем, если просто там как-то даем ему руку в ладошке, если по пяточкам проводим, ничего страшного с этим абсолютно мы сделать не можем. Поняла тебя, спасибо. Я снимаю у себя ответственность за тонус Евы. И последний, самый популярный вопрос. Останутся еще уникальные вопросы. Так вот, последний популярный вопрос. Скажи, пожалуйста, все плюсы массажа для детей. На мой взгляд, это один большой сплошной плюс, потому что мы подготавливаем мышечную систему к новым свершениям, к тому, чтобы ребятенок быстрее начинал переворачиваться, ползать, ходить. Ему будет проще вместе с массажем начать свои первые шаги, скажем так, даже если это не касается напрямую шагов. И еще один плюс, как по мне, так это улучшение психоэмоционального состояния. Многие очень замечают, что после массажа дети становятся спокойнее, уравновешеннее, меньше истерят, меньше плачут. И мне кажется, что это несомненный плюс. Итак, повторяющийся вопрос у нас закончились, остались индивидуальными. Например, мой подписчик пишет, есть такой массаж, где молотком лупят по позвонкам, и это страшно. Мне кажется, что это все-таки не массаж. Ну, молоток-то интересная тема. На самом деле, его как-то давно придумали люди, чтобы заколачивать гвозь, например, чтобы им что-то вбивать куда-то. Но он не был предназначен для того, чтобы им бить по спине. А то есть, берем обычного среднестатистического человека и лупим ему молотком по спине, по пояснице. Что мы можем добиться? Ну, как минимум, ничего. Как максимум, можем что-то очень использовать в нашем организме. Кто-то это называет силовой массаж, кто-то считает, что он таким образом что-то вправляет, и, к сожалению, в интернете можно найти всякие методики. Кто-то там советует, чтобы курочки живот клювали, чтобы еще что-то делали. Вот, честно скажу, никогда ни от одного невролога не слышала, чтобы это работало. Не собираюсь это применять и другим, если честно, не советую. Вот будьте, пожалуйста, очень с этим аккуратны. А я знаю такой массаж, в кавычках, когда на человека кладут специальную простыню, поджигают ее, и якобы идет расслабление. Да, эта история называется огненный массаж. Его придумали то ли в Китае, то ли в Египте, я не помню, если честно. И это страшно модно сейчас штука. Работает так, что кладут полотенчиком для какой-то пропитанной травмами и поджигают. Соответственно, считается, что поры расширяется, вся эта травяная смесь проникает внутрь, улучшается кровообращение и полезные вещества от трав, они внутрь проникают. Насколько это рабочая история? Я не знаю. Вот правда, я не знаю, не могу сказать, потому что в принципе, в принципе, такого же эффекта, хорошего эффекта, да, можно добиться с помощью обычного, классического массажа. Если уж хочется экзотики, можно использовать, я не знаю, скребок гулаша, вакуумные банки, но вакуумные банки, мне кажется, это сейчас уже в принципе такая история довольно известная, и ее можно купить в любой аптеке, вакуумную банку, и надо учиться, как ей пользоваться. По факту, да, то есть, просто посмотреть в интернете, и все хорошо. Огненный массаж, во-первых, эта процедура довольно такая нервно-напряженная, потому что, когда на тебе что-то жгут, это не очень приятно. Сможет ли человек расслабиться полностью? Я не знаю. Насколько эффективно? Скорее всего, это эффектно, а неэффективно. Поэтому, я точно не собираюсь использовать, просто потому что спалю, и нахрен что-нибудь, и все. Из-за того, что не вижу. Но, просто ради интереса, просто ради эффекта можно на нее сходить, конечно, почему бы и нет? Это не молоток по спине, но, ручной массаж, мне кажется, лучше него пока еще ничего не придумали. Итак, следующая история от моей подписчицы. У ее младшей дочери был Вальгус, и одна ножка короче другой. Пусть-то несколько курсов массажа ситуация вроде бы как стала лучше, и массажист настоятельно рекомендовала отправить дочь на танцы, чтобы, цитирую, ножки были ровненькими. Скажи, пожалуйста, возможно ли танцами сделать ноги ровнее? Если одна нога короче другой, то, скорее всего, эта история уже не только с ногами, эта история еще с перекосом таза и с позвоночником. Возможно, кстати, это даже история не из-за плоскостопия и позвоночника и началась. Но это уже надо собирать анамнез, да, смотреть непосредственно очно и желательно иметь чего хорошего хирурга, который посмотрит, скажет, что там начало твориться, да, то есть, есть ли сколиоз, нет ли сколиоза и все такое. Но вот так вот навскидку я могу сказать, что вопрос по поводу танцев. Танцы это штука очень хорошая. В танцах мы должны иметь неплохую растяжку, если это профессиональное занятие танцами. соответственно, если мы имеем неплохую растяжку, мы и таза, и ног, и коленного сустава, и в принципе той же самой стопы, то есть со связками мы работать будем. Это как минимум предотвратит прогресс, да, вот это вот неприятные истории. Это улучшит подвижность всего опорно-двигательного аппарата. Вернет ли на место эта ногу? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, потому что в комплексе надо работать. И если бы танцы это было бы панацея от укорочения ног, тогда будет бы все гораздо проще. И надо опять же смотреть, насколько укорочена нога, да. в принципе у нас у всех одна нога длиннее другой ноги. На полсантиметра, по-моему. До полсантиметра это нормальное укорочение ноги. Если я не ошибаюсь, у всех у нас она короче. А если больше, то уже идет речь патологии. Но танцы, они в любом случае повлияют положительно, если это какие-то там дикие танцы, скажем так. То есть именно нацеленные на растяжку, на какие-то движения. Пусть занимается и поддерживает себя, по крайней мере, в положении, когда ничего не болит, когда все еще пытается вернуться на круги своя, потому что дети, они очень гибкие. И до 14 лет исправить можно очень многие вещи. Поняла. Типа, скажи, пожалуйста, какие есть рекомендации относительно танцев детям? С какого возраста можно ходить на танцы? Моя подписчица переживает, что ее ребенку еще нет 4 лет, и она не хочет играть ребенку. В 3-4 года уже все-таки сформированы. Понятно, что они формируются у человека к 14 годам, даже чуть-чуть попозже. но все-таки в 3-4 года уже довольно-таки нормальный костный аппарат у нас, поэтому отдавать ребенка на танцы можно. Единственное, что здесь надо иметь в виду, на что обратить внимание, это не должны быть какие-то резкие движения, как я говорила, дикие танцы, прыжки, вот в конкретном данном случае с укорочением ноги. это не должны быть какие-то там бешеные вот эти движения, это все должно быть весьма плавно, очень плавно начинать с щадящих таких движений и потом уже постепенно вливаться в этот функциональный ритм. И здесь, что важно, мы помним о том, что до пяти лет исправить что-то можно и гораздо проще, чем потом. Именно в этом возрасте действительно еще настолько все гибко, настолько все классно, что как раз-таки время, чтобы что-то исправлять, потому что потом мы уже такие, ну, закостенело, да. Большое спасибо за ответы, и я бы хотела поделиться историей подписчицы о ее травматичном опыте. в детстве она имела искривление позвоночника и ее замассажировали так, что теперь она не воспринимает прикосновения к своей спине и позволяет это только мужу. Я понимаю, что это скорее вопрос психологический, а не телесный, но, может быть, ты дала бы совет вообще всем тем, кто когда-либо имел проблемы с массажем. Ну, во-первых, всем спецам привет, все, которые так делали, это, конечно, ужасно и отвратительно, потому что они совершенно не думали о том, что будет человек делать, когда вырастет, и, наверное, совершенно не думали о том, что, если они будут массировать круглосуточный человек, то сколиоз не вылечит в любом случае. Сколиоз это у нас искривление осанки во фронтальной плоскости, торсии, позвонков. Торсии позвонков это скручивание позвонков, то есть они уже сами скручиваются. Надо понимать, что это просто искривление осанки, во фронтальной плоскости, а это сколиоз. Как раз этим скручиванием позвонков он и отличается от скривления осанки. И по факту сказать, что это точно сколиоз может только с помощью снимков. И одним массажем он не лечит. Так вот, что сделать? Если малоподвижный образ жизни, работа сидячая или еще какие-то показания к массажу, то просто надо искать его специалиста. И опять же не делать это через себя, через большие нервные какие-то состояния. Очень аккуратненько. Когда к этому приходит человек, когда надо этим заниматься. У меня недавно была такая девушка. Она сразу сказала, могу начать приказ, если меня будете трогать. Очень воспринимаю чувствительно все касания. Но как-то я не стала на этом делать акцент. И мы с ней прекрасно поработали. так что выдохнуть, успокойся, когда поймет человек, ему пора, то искать своего массажиста. И ура, ура, ура! Наше интервью подошло к концу. Мне было безумно интересно с тобой пообщаться. Скажи, пожалуйста, какие твои впечатления? Как ты думаешь, есть ли у меня будущее на этом поприще? Конечно, интервью из меня пока что только начинающий, надеюсь наработать свои скиллы. Я была очень рада ответить на вопрос, потому что чем люди больше узнают о каких-то нюансах, о каких-то вещах, тем становится легче жизнь. Я сама благодарна некоторым таким специалистам выше меня рангом, скажем так, это врачи, неврологи, которые тоже меня просвещают периодически и делают это искренне. Это очень хорошо. Так что предлагаю на регулярной основе иногда создавать такие встречи. Мне очень понравилось, что ты не растекалась мыслью по древу, что ты задавала четкие вопросы, давай мне возможность дать четкие ответы. Я, конечно, пыталась покороче ответить, но не всегда это получалось, потому что хочется сказать еще, 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 еще. На самом деле многие люди меня спрашивают совет, и я им обычно даю ответ в таком формате очно, то есть это здесь, когда будет возможность кому-то посмотреть наше интервью, я думаю, что кто-то точно найдет для себя что-то полезное. Я получила кайф, если честно, потому что ну, не знаю, мне такое нравится, мне нравится читать свои стихи, отвечать на вопросы, то есть действительно такой эмоциональный подъем я испытала и спасибо тебе за это большое. Спасибо тебе за такую обратную связь, надеюсь, что действительно рубрика будет жить, всем, всем, всем хорошего времени суток, я отключаюсь, но мы всегда с вами на связи, bye-bye. Bye-bye.